Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Наконец-то наступил долгожданный 2021 год. Я надеюсь, для нас всех он пройдет гораздо более успешно и благополучно, чем 2020. Хочу в сегодняшнем видео рассказать вам об ароматах, которыми я пользовалась на этот Новый год и на католическое Рождество. Поэтому, возможно, это видео немножко отстало, ведь все-таки Новый год уже закончился, но я уверена, что будет еще огромное количество поводов для того, чтобы нарядиться и как следует отметить и выбрать для этого роскошный аромат. Будь то православное Рождество, быть может какая-то годовщина, юбилей, день рождения 8 марта или просто вы пойдете на какую-то вечеринку. Поэтому я думаю, что такой обзор все равно придется кстати. И пойдет речь об ароматах дома, которые называются Виктория Миня. Вот у меня вот здесь от коробочки можно увидеть название Виктория Миня. Виктория Миня это венгерский парфюмер, у которой есть несколько очень примечательных ароматов, но ее дебютный аромат гедонист, пожалуй, является уже классикой нишевой парфюмер, особенно для тех, кто увлекается гурманикой. Поскольку у меня из коллекционного набора, но я покажу вам сейчас распечатку того, как выглядят полноразмерные флаконы. Выглядят они вот следующим образом. Значит, в ее линейке представлено несколько ароматов. Классический гедонист, с которого все началось, потом черно-смородиновый гедонист, розовый, ирисовый и есть еще венгерская вода. У меня в коллекции есть классический гедонист с черной смородиной и с ирисом. И про них я вам и расскажу. Классический гедонист, вот он у меня вот в такой ручке, ну как же ручка, это все-таки такой вот портативный спрей, в хотелках с 2012 года, то есть достаточно давно, почти 10 лет. Из приятного во флаконе есть кристаллы. Это очень интересно. В классическом гедонисте они такого золотистого цвета. Аромат очень сладкий, очень тягучий. Если вы знакомы с ароматом Батритис Дома Женистет, возможно, вам этот аромат покажется похожим. Он начинается фруктово-медовыми нотами. Бергамот, сладкая груша, персик, мед. Затем заступают очень сочные, красивые белые цветы. Жасмин, апельсиновый цвет. А потом, конечно же, заступает очень красивая роза. И сладости здесь в базе прямо умопомрачительная. Такая табачная, смачная, слегка дымная, немножко ветиверистая. Очень и очень мощная, красивая, сладкая, густая, тягучая, практически смолистая база. Звучит умопомрачительно, торжественно. Если вы не любите запах меда, то я абсолютно не советую даже пытаться пробовать этот аромат. Но из плюсов, те, кто любит мед, он здесь звучит очень правдоподобно. Такой лакомый, душистый, сладкий, потрясающий. Очень яркий аромат, очень торжественный. Вот прям на выход самое оно. На этот аромат все обращают внимание. Кстати говоря, в нем присутствует еще какая-то очень такая легкая алкогольная налет. Какой-то, знаете, добротного коньяка, может быть. Вот что-то такое здесь тоже присутствует. В общем, со всех сторон, как не посмотреть на этот аромат. И это помпезность, вычурность, яркость. Но баланс соблюден. И это действительно очень красивая композиция. Очень этот аромат приглянулся, пришелся по душе. Просто балдеж. Для тех, кто любит гурманское направление, считаю, что с этим ароматом нужно как минимум ознакомиться. Неспроста многие любители гурманики считают этот аромат классикой. Ну а теперь давайте пару слов про фланкеры, которые вот с черной смородиной, с вот такими он сиреневыми кристаллами. Я его нанесла сейчас немножечко. Ну это, конечно же, мне кажется, только позаимствованное имя от классического гедониста. Ничего все-таки общего нету. Этот аромат звучит гораздо более ягодно и терпко. Гораздо более освежающе, чем классический гедонист. Конечно же, царица этого аромата во главе угла, безусловно, смородина. Очень живая, правдоподобная, как будто бы вы только что взяли ягодку черной смородины и вот так вот между пальцев ее размяли. И ощутили такой вот брызги такого терпкого, сладкого, при этом сока. Очень-очень приятно. В составе также присутствует такая некоторая цитрусовая свежесть, либо это бергамот, либо грейпфрут, что-то такое. Присутствует, знаете, какое сочетание? В варенье иногда делается с розой и ревенем. Надеюсь, я правильно говорю. Ревень. Рубарб, ревень. Очень часто во Франции используют эти два компонента вместе. И вот присутствует здесь легкий такой вот аромат вот этого конфита, вот этого желе, которое делается из розовых лепестков с ревенем. Очень-очень приятно. И сидит вся эта композиция на очень легком и красивом мускусе. Опять же, как я уже и сказала, ничего общего в формуле с классическим гедонистом нет. Думаю, что Виктория использовала название гедонист, просто чтобы продолжить линию уже успешного и заекомендовавшего себя аромата. Но сама композиция подойдет больше для тех, кто любит что-то более терпкое и свежее. И я могу себе представить, что именно черносмородиновый гедонист очень будет успешен в России, потому что... Ну или даже, давайте скажем, на постсоветском пространстве, потому что такая ягодная терпкость, она очень хорошо воспринимается нашими людьми. Вот так скажем. Опять же, это обобщение просто как тенденция. Конечно, есть люди, которым мне понравится. Следующий аромат у нас это с ирисом. И на мой взгляд, это больше запах не корня ириса, а вот самого цветочка. Такой вот он нежный, деликатный, слегка водянистый, немножко зелено-хрустящий. И присутствует здесь такая вот некая перченость, может быть, розовый перчик, который вполне популярен. Я знаю, что в этом аромате в нотах был заявлен какао. Лично я его на себе не ощущаю. На мне этот аромат высвечивается такой вот деликатно-цветочно-влажной, зеленоватой композицией, которая очень красива, очень свежа. И я бы не сказала, что она торжественная, во всяком случае, на мой вкус. Мне кажется, это вполне прекрасный дневной вариант, после которого можно нанести либо черносмородиновый гедонист, либо классический уже к вечеру, чтобы переход от одного аромата к другому звучал весьма органично. Я в восторге от этих ароматов. Они очень качественные, они держатся очень долго, что мне тоже очень и очень понравилось. Гедонист классический, я его нанесла, наверное, в 6 вечера, и он со мной был вообще всю-всю-всю до конца вечера. Я его еще очень и очень сильно ощущала на себе на следующее утро. Настолько он мощный и яркий аромат. Настоятельно рекомендую вам обратить внимание на ароматы дома Виктория Мини. Надеюсь, вам было любопытно послушать про ароматы этого дома. Я приобрела свой набор в магазине Lucky Sand, и я оставлю на него ссылку внизу. Я знаю, что Lucky Sand доставляют в многие страны, но ежели вы проживаете там, где нету доставки, то я оставлю ссылку на Instagram марки. И там, я уверена, можно будет узнать, где приобрести эти ароматы в вашей стране. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с этими ароматами, потому что, я думаю, подавляющее большинство людей останутся в восторге от творчества этого замечательного парфюмера. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Вам было любопытно послушать про мой выбор торжественного аромата на этот праздничный сезон. У меня было большое количество парфюмерных подарков, как самой себе, так и от моих родителей. Поэтому это следующие будут видео. Если вам любопытно посмотреть, что же у меня нового появилось в коллекции, то поставьте лайк. И я с удовольствием... Или напишите комментарий, я с удовольствием это сделаю. И если вы еще не подписаны на мой канал, я надеюсь, вы это сделаете, останетесь со мной, продолжите смотреть видео. Всем до встречи, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok